Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова и тогда ты вынужден отвернулся от того, что происходит, либо ты говоришь «нет» и оставляешь весь свой комфорт. Но большинство, конечно, выбрали ничего не менять. Я бы хотела вернуться к тому моменту, когда вы начали работать именно с темой, такой темой, как нефть. Вы какое-то отношение раньше имели к нефтяной промышленности, к этой тематике вообще, как входили в эту тему. Я также помню этот один пост, когда вы рассказывали об одном эпизоде, связанном как раз с тем, как вы… Да, да, да. Меня тогда поразило, что вы там общались на «ты» с саудовским принцем. То есть вы могли бы немного рассказать об этом также? Когда я пришла в ТАСС, у меня не было совершенно никакой специальной подготовки или опыта работы с нефтяной тематикой. Хотя в Иркутске я заканчивала факультет экономической журналистики и перед этим работала в деловом издании. Но вот конкретно нефтью я не занималась. И на собеседовании я так сказала, что, ребята, я, наверное, вам не подскажу, потому что, ну, единственное, что я знаю про нефть, это то, что она, наверное, сделана из динозавров. Вот. Но они сделали ставку на то, что я давно не работала, я из декрета, что я из региона, что я захочу, вот, скажем так, прыгнуть на 120%, чтобы, скажем так, преуспевать. Ну, так оно и получилось. Мне дали очень интересную тему. У меня были командировки в Вену и на Ближний Восток, и это действительно было очень интересно. У меня сложились хорошие связи с источниками во многих министерствах энергетики. С генеральным сектором ОПЕК Мохаммедом Амбартином мы просто дружеские отношения поддерживали, переписывались лично. Вот. Да, это было очень интересное время. И это была, вообще-то это была блестящая карьера, которую было, конечно, жалко бросать, но участвовать в этом дальше было невозможно. Потому что тут еще один есть момент. Не просто работа в государственном СМИ, которая подвержена полностью цензуре, а еще работа с нефтью, которая, собственно, является прямым топливом этой войны. И в прямом, и в переносном смысле. Потому что все нефтяные компании, которые добывают, перерабатывают нефть, они так или иначе заправляют эти танки, они заправляют эти ракеты, которые летят на украинские города. И выручка, которую они получают от продажи нефти, она, собственно, идет на вооружение этой армии, на изготовление этих ракет и на широкую и богатую пропагандистскую кампанию внутри страны и за рубежом. Поэтому нет, с этим работать было нельзя. Я еще, знаете, хочу, наверное, опередить, может быть, у многих слушателей возникнут вопросы, «А что ты думала раньше?» Ведь 8 лет война шла до этого, был уже 2014 год. Я пришла в ТАСС в 2016 году, и у нас был такой разговор. То есть я спросила, нужно ли мне будет как-то писать на эту тему, и какие здесь требования редакции. Мне сказали, нет, ты пишешь только про нефть, и ты пишешь все, что ты хочешь. То есть тема Украины и Донбасса и Крыма, она не затрагивалась. Но, тем не менее, я считаю, что нужно было, наверное, не связываться с этим даже в 2016 году. Это я сейчас просто за одним числом так думаю. А вообще позиция по Украине у меня была как бы сразу. То есть для меня не было никакого там в 2014 году заблуждения по поводу того, что это восстановление таких исторических моментов, что это возвращение в родную гавань. Нет, это было отвратительно совершенно. И я помню, что и в 2016 году, и в 2017 году я в редакции спорила со своими коллегами по этому поводу. Мне казалось очень странным, что мы же просто украли у людей кусок земли, вот кусок государства. Просто оттяпали, как воришки. И радуемся этому, как бандиты. Но мне доказывали, что это какая-то высокодуховная политика. Я ничего в этом не понимаю. Я просто недооценивала, что вот так думают на самом деле простое большинство, и что они готовы пойти дальше. Вот этого я не могла тогда поднять, к сожалению. Да, Крым наш, конечно, он ещё тогда разделил общество. И, по-моему, большая часть россиян действительно были в эйфории от этого возвращения в родную гавань. И я помню, что, в принципе, пропаганда, она действовала даже и на... даже как бы на иностранную аудиторию. Потому что я помню, что в 2014 году я вот в отпуске просто оказалась рядом с одним пожилым итальянцем. Мы разговорились, и он сказал, что... Вот спросил меня про Крым. И я сказала, что, конечно же, я против. Это просто незаконная аннексия. Это захват чужой территории. А он мне сказал, ну, там же большинство народу хотят быть в составе России. А почему они не должны решать сами? Почему бы и нет? Почему бы не согласиться с этим? Вот. Ну, то есть я понимаю, откуда растут уши. Потому что вот у этой пропаганды очень длинные руки были всегда. И также я вот помню, когда я уехала из России, уезжала из России, даже когда не полностью уехала, а просто уезжала куда-то, у меня как будто бы вот... Я как будто бы как-то внутренне расслаблялась, да? Потому что переставала чувствовать не только там слежку, а просто вот даже самоцензура у меня уходила. То есть когда я что-то писала, будучи в России, да, всегда вот нужно было иметь в виду политическую обстановку, да, и что можно писать, а что нельзя. Вот такая вот была самоцензура. И вдруг как-то вот понимаешь, что этого здесь нет. Как вот в этом отношении, вот когда вы приехали, например, в Америку, вот как-то вот почувствовалась эта разница? Сразу же. Вот то, о чем вы говорите, да, я называю это внутренним состоянием. И ты наблюдаешь за собой со стороны и понимаешь, что вот то, что было нормой там, оно абсолютно этим не является. То есть начиная вот от этой самоцензуры или, скажем, в обычной жизни самообман, люди в России вынуждены себя обманывать. И я этим тоже занималась много лет. То есть я Путина ненавижу давно, но вот был Навальный и... То есть Навальный закрывал вот эту потребность людей в надежде. Хотя сейчас вот уже с учетом послезнания мы понимаем, что он не делал того, чтобы свергнуть режим, не делал нужных вещей. Но тогда он абсолютно отвечал потребностям людей хотя бы на кого-то надеяться. И это одна из причин, почему я не уезжала. То есть мы ходили с мужем на протесты, когда он вернулся, когда его отравили, когда он возвращался. И я видела вот этих молодых людей, которые выходили на улицы Москвы. Мне казалось, что все не безнадежно, что мы можем что-то изменить. Поэтому не надо уезжать. Я думала, что вот если я уеду, он увидит, кто тогда здесь будет в какой-то там час икс, кто выйдет, кто своими телами все это наполнит. Но оказалось, что мы просто горстка наивных людей, которые недооценивали, не понимали реальных процессов, титанических процессов в своей стране. И только приехав в Америку, то есть только выехав из России, ты получаешь вот эту оптику и смотришь со стороны. Ты поднимаешься, как будто и понимаешь, что, господи, насколько же это уродливая и страшная картина. А там, живя там, ты просто увидишь свой островочек. И пытаешься сам... То есть мозг сам дорисовывает какие-то пейзажи просто для самоуспокоения. На самом деле никакой надежды там нет. Это я уже четко поняла о выехах из России. Поэтому мы не стали возвращаться. Хотя, в принципе, у меня вообще была возможность остаться в России и даже в этом не участвовать. Потому что я была на момент ответа беременная. И я имела возможность уйти в декрет, не работать, получать пособие. Я могла уехать на Байкал, закрыться в каком-нибудь домике и вообще никого не видеть, ни с кем не общаться. И сидеть себе тихо, подращивать ребенка. Но вот с моральной стороны это было абсолютно невозможно. То есть находиться среди этих людей, слышать их разговоры и при этом сдерживать себя. То есть я себя хорошо знаю, что я бы не выдержала. Я бы куда-нибудь вышла и все равно бы все это прооралась бы, заявила бы и уже давно бы, наверное, куда-нибудь была бы закатана в кутузку. Да, еще раз возвращаясь к вашему вопросу. Только здесь, в Америке, я поняла, что люди в России живут в состоянии враждебности друг к другу и ожидания подвоха друг от друга от работы, от государства, от всего вокруг, от Америки, от НАТО, они все время живут в каком-то щитец, с такими иголками. И, конечно, это их озлобляет. Они живут в мире, в котором нет доверия. Есть только подлость и обман. Причем люди знают, что их обманывают, но они пытаются этого не замечать. И там все знают, что они друг друга обманывают, но делают вид, что они этого не знают. И это ужасно. То есть, когда я познакомилась с американцами вблизи, я до этого бывала несколько раз в Америке, но только вот пожив, я поняла, что на самом деле человеческая норма, она предполагает совершенно другое обращение друг к другу. Люди помогают друг другу, люди улыбаются, и встретив их взгляд, они не отворачиваются, а не наоборот показывают свое расположение. И люди желают друг другу добра и искренния. Знаете, вот фраза, которую мне все здесь говорили, и которой я первое время вообще не могла привыкнуть ее слышать, мне все говорили, как хорошо, что вы сюда приехали, как хорошо, что вы в безопасности, мы так рады, что вы выбрали именно наш город. Пожалуйста, дайте мне знать, если вам что-то нужно. И это говорят абсолютно все. Но мы же ведь не будем себя обманывать, мы знаем, что в России люди так не общаются друг с другом. Да, конечно. И знаете, я поняла, что я настолько здесь расслабилась, я больше не нахожусь в этом таком мобилизованном состоянии, я не жду какого-то удара по поводу своей внешности, или по поводу того, что я что-то не так там сделала. Что я иногда, когда вот в сети встречаюсь с людьми из русскоговорящей культуры, и вот прилетает такой какой-нибудь утар, хамство, грубость, я совершенно не готова к этому. То есть это застает меня врасплох. И вот этим человек западной культуры отличается от человека нашей советской культуры. Он не ждет удара, и он не готовит удара, понимаете. Это абсолютно мои тоже мысли. И я знаю, что у многих наших тоже бурят, которые уехали, например, в Америку, они мне тоже похожее говорили, и я сама тоже это на сто процентов чувствую. Вот я думаю, что эта война, она сняла последние покровы с Россией и с того, что из себя представляет Россия. Потому что вот я помню тоже, что у меня тоже были свои иллюзии. Вот последний раз эти иллюзии у меня, в общем-то, активизировались в 2012 году, когда проходили эти масштабные протесты в Москве на Болотной. И тогда казалось, что вот наконец-то просыпается Россия, наконец-то что-то, наверное, изменится. Но это было уже, конечно, просто, в общем-то, просто был тык. То есть не было никакого выхода, то есть не было никакого результата. И вот сам этот процесс, как он проходил, эти протесты строго в отведенном загоне, в общем-то показал, что общество абсолютно не готово брать на себя какую-то активную роль. общество все равно ведомое даже, и лидеры так называемой оппозиции ведут себя точно так же. И поэтому уже после этого у меня уже абсолютно не было никаких резинов, но тем не менее, тем не менее, вот именно имперский характер этого государства, да, и вот именно вот это понимание о том, что мы на самом деле это бесправная колония, оно пришло именно после начала этого полномасштабного вторжения. Я знаю, что вы учились на курсах, да, это одни из первых были онлайн-курсов, которые были посвящены как раз колониализму, вот. И колонизация сознания в России, да. Смотрите, вот немножко вернусь к вашей ремарке по поводу Москвы и протестов. Вы знаете, ведь те протесты и последующие в общем-то показали, что Москва это столица формально, то есть она столица административная, но она не является таким фронтменом в плане социума. То есть в городах и в регионах люди не ориентируются на Москву, то, что там происходило на Болотной, совершенно никаким эхом не отдавалось там ни в Хабаровске, ни в Иркутске, ни в Лануде, ни в Мурманске, потому что люди в городах российских, они вообще живут как на островах. У меня я наконец до конца поняла вот название Романа Солженицына, но действительно архипелаг, то есть Россия это архипелаг городов, в которые касты выживают по отдельности. И они связаны только тем, что Митрополия подсоединила к ним такие трубочки и высасывает из них подати. Обратно идут какие-то такие косточки из парского стола, что они совсем с голоду не подохли. Но вообще вот такой реальной социальной коммуникации нет. В регионах ненавидят Москву, Москва, москвичи презирают провинцию. Они считают себя людьми более того высшего качества. Даже те люди, которые из регионов приезжают в Москву, они стремятся поскорее походить на москвича, поскорее одеться в эти смотки, купить квартиру в очередном пиковском проекте, чтобы походить на москвича и получить вот это право с презрением относиться к своим бывшим измолвикам. Вот такая система существует. Ваш вопрос был про как я пришла к пониманию, что нужна деколонизация России. Вот собственно да, вот такие размышления они навели на мысль о том, что что-то не так в нашем королевстве было задолго до этого вторжения. Кроме того, я плотно мониторила всю вот эту нашу политологическую говорящую верхушку. Они же дают какие-то важные послания о том, что происходит. И в какой-то момент я поняла, что дальше тезиса мы против войны никто не готов идти. То есть мы против войны, но дальше начинается какое-то топтание и начинать посылы давайте будем делать что-то, чтобы сохранить себя. Ну, ребят, позвольте, какое самосохранение, если тут просто мы убиваем украинцев, здесь тоже самих себя убиваем, надо же что-то делать, нужно сопротивляться, но нет. То есть я поняла, что и настоящего сочувствия к Украине тоже нет у российской интеллигенции, которая заявляет себя либо оппозиции, либо они позиционируют себя как некие гилеры общественного мнения. Никто не доводил и не довел повестку до того, что нам нужно сопротивляться, что путинский режим должен быть свергнут, то есть в эфире звучат только ожидания смерти Путина, которое когда-то там произойдет, неизвестно когда, и тогда может быть что-нибудь изменится. Меня это абсолютно не устроило. Я поняла, что это все просто какое-то поглаживание собственных извилин просто для самоуспокоения. Я поняла, что нужны какие-то другие средства. Потом я поняла, что я вообще люблю русскую литературу, и она не выросла. И я стала замечать, что в тех книжках, которые я читала, вот эти нарративы, которые сейчас звучат, о нашей жертвенности, о нашей невинности, я поняла, что в русской литературе я уже встречала эти мысли о том, что мы жертвы, о том, что мы исключительные, особенные, и самое главное, вот это бесконечная обреченность. Вот в русской литературе это было, это как бы везде вот так разбросано, знаете, как орнамент такой. я поняла, что причины лежат гораздо глубже, чем Путин, что речь идет о культуре российской как раз-таки, о способе мышления, и в тот момент мне попался вот этот курс, который организовала Катя Марголес и Михаил Виданин и Владимир Бонизовский, мне стало интересно, что они могут рассказать такого, что дало бы людям интеллектуальный ключ к демонтажу России. И такие знания есть. И такие знания есть, просто первое такое открытие неофита, когда ты начинаешь с этим знакомиться, это то, господи, эта страна десятилетиями живет в информационном пузыре. Не только в плане политических новостей. Мы живем в информационном пузыре отгорожены вообще от понимания того, какие процессы глобально идут в человеческом мире. Деколонизация это не вчера придуманный процесс, это движение начато еще в 80-е годы, то есть даже старше меня. А мы ничего этого не знали. Мы даже не подозревали, что мы живем в империи, да, действительно, которая просто питается вот своими колониями. И я совершенно не пожалела, что я поучаствовала в этом курсе. Я сама написала, он уже закончился, и я написала курсовую работу о том, как, собственно, Пушкин выступил главным пропагандистом Кавказской войны. То есть вот такая вот первая действительно масштабная имперская война для России это кампания по завоеванию Северного Кавказа. И если вот посмотреть и разобрать по косточкам эту историю, мы увидим, что за 200 лет ничего не изменилось. И это самое страшное, понимаете, что там все уходит корнями в такие геологические слои, что честно говоря, даже не стоит себя тешить надеждами, что это можно все разобрать, что это можно как-то победить. Поэтому я считаю, что наиболее реалистичный вариант это для национальных республик отколоться от России отгородиться административно, культурно, всеми любыми способами отгородиться от Москвы и от их вот этого вот Москва, знаете, она как раковая опухоль, она протягивает свои сосудики, везде вот обволакивает все и запускает вот свои эти cancer cells, которые вот заражают клетки здоровых органов. Вот, поэтому от этой матки нужно отсоединиться. Действительно, за 200 лет ничего не изменилось, даже если мы возьмем ситуацию с Кавказом северным, да, то есть помните в 90-х годах был фильм Бодрова «Кавказский пленник». Это же ведь был пересказ рассказа Льва Толстого с тем же названием, и там в принципе я помню, что мы в школе проходили этот рассказ Толстого, поэтому в принципе вот даже там имена сохранены были главных героев, и то есть это действительно как бы наступление на одни и те же кровавые грабли раз за разом, и никто не учится этому, да, то есть ничему не учится этот народ, эта страна. А знаете, почему нет рефлексии, простите, я вас перебью, знаете, почему нет рефлексии? Я как раз вот эту тему разобрала, потому что вообще первым автором концепции «Кавказский пленник» является Александр Сергеевич Пушкин, и он на самом деле создал очень рабочую и эффективную модель, когда агрессор превращается в жертву, и ты его подаешь в такую красивую упаковку, этот агрессор пришел с оружием, с оружием, он насиловал, сжигал села кавказские, он убивал детей, он обрек на вымирание нацию черкесов, чуть не вымерли чеченцы, и это была жуткая 50-летняя война в совершенно неравных условиях, но Пушкин написал поэму «Кавказский пленник», где он создает абсолютно романтизированного, высокодуховного, привлекательного героя, который никак автором не осуждается, понимаете, и эта находка была настолько успешная, что потом ее как бы реплицировали и Лермонтов, у него есть одноименная поэма, и Толстой написал «Кавказский пленник», у Толстого немного смещены акценты, он же вообще к старости осознал, он раскусил Россию, он потом написал «Хаджи Мурат», это замечательное произведение, оно честное. Я хотела сказать, что лучше бы в школе изучали «Хаджи Мурат». Да, «Хаджи Мурат» в российских школах при нынешнем складе строя общества изучать никогда не будут, потому что оно позволяет расшифровать российское общество, но Толстой до этого дошел, и надо отдать ему должное, но его мотив никто не подхватил, подхватили именно вот этот мотив жертвенности агрессора, и он понесся дальше. Возьмите комедию Гайдая «Кавказская пленница». Гайдай же, по-моему, снял, да? Тоже, да? Вот, девушка, жертва каких-то диких обычаев, какие-то, значит, совершенно старомодные горцы, там, придумали похищение, все это хихихаха, через смех, и никто не задается вопросом, никто не ставит вопрос, а как эти люди московские там вообще оказались, что они там делают, да? И с какой стати вы вообще свои стандарты ставите выше традиции в кавказских народах? Вот, и то же самое в картине Бодрова-старшего «Кавказский пленник», он ведь такой обаятельный, этот Сергей Бодров-младший, да, он завоевал сердца миллионов россиян как абсолютно ролл-модел, и вот этот ролл-модел, которая пришла, ролевая модель, которая пришла в Течню с оружием, он выступает настоящим героем, но это дикая совершенно вещь, потому что Течня была независимая республика, она не входила в состав России, и Россия на самом деле вторглась в чужой суверенитет, в чужую землю, пытаясь их вернуть назад, снесли в несколько городов, и мы знаем про такие жуткие случаи, как село Симашки, да, которое было на самом деле первой бучей в этом столетии, и вот этот литературный образ высокопарный и рафинированный, очищенный, он позволяет вот этому всему сохраняться, понимаете, он позволяет этому перекидываться из поколения в поколение, и он позволяет в глазах людей оправдать и объяснить российскую агрессию, принять ее как некую романтику, ну, так происходит. Ни в одной литературе мира, по-моему, такого нет. Ну, то есть, я имею в виду именно методологически, что написано может быть все, что угодно, оправдывать можно все, что угодно, но спустя время критики учителя педагоги, они должны понимать, что вот сегодня, допустим, поэма «Кавказский пленник», она не может быть прочитана без критических установок, то есть, ее нельзя воспринимать с теми же глазами, как 200 лет назад, нельзя абсолютно, то есть, нужно объяснять, что Россия творила барварство, генерал Ермолов просто ввел геноцид кавказского народа, и нельзя никакими поэмами, никакими там великими именами это оправдывать, вот так это работает в российском обществе, то есть, литература и культура выступают как инструмент пропаганды, работающие задолго до телевизора, до Скобеева и Симоньянов, я говорю, все уходит очень глубоко. Ну, вообще, Россия, складывается такое впечатление, что Россия это такой дебошир-алкоголик, который всех вокруг соседей и членов семьи загнал под лавку, и при этом он себя бьет в грудь и плачет крокодиловыми слезами и говорит, что это он жертва, что все вокруг падлы его угнетают, а он является жертвой. Вот именно такое возникает впечатление. И в принципе мне кажется дело дошло так далеко, что уже то есть постоянно ему веришь, что вот он исправится, вот он бросит пить, да, наконец взглянет правде в глаза, но этого никогда не происходит, потому что пока алкоголик не доходит до полного дна и пока он не признает, что у него есть эта проблема, пока он не признает и не пустит правду, вот, то ничего не изменится. А Россия, у нее нету этого, этой способности говорить правду, ни о чем. То есть как они например всех пытаются обмануть и самих себя обманывают и всех вокруг обманывают, начиная например с этого нарратива о добровольных вхождениях всех народов в состав России, да, то есть это же полная шизофрения, вот, то есть все вокруг виноваты, там например то они признают преступление Катынь, когда расстреляли польских военнопленных, то они не признают вдруг, да, то есть то они говорят о том, что я вам расскажу откуда значит наступление на Россию должно было, нападение на Беларусь там случиться, то есть вот вся эта ложь она вот накапливается, да, то есть она нету никакой рефлексии абсолютно ни об истории, ни о современности, то есть нету никакого заказа на правду, потому что все просто верят этой лжи и таким образом нам ничего не остается как просто оставить как бы этого алкоголика и уйти, то есть единственный способ в этом смысле, да, когда жена и дети чтобы сохраниться, чтобы он их не убил в пьяном угаре, да, в очередной раз, не зарубил топором, просто жена должна собрать детей и уйти, бежать, просто бежать куда угодно, и вот нам нашим, вот нам вот этим народом, которые оказались под властью этого безумного алкоголика тоже ничего не остается, мне кажется, да, то есть единственный пример такой приходит на ум. Да, это элементарное чувство самосохранения и честно говоря, это чувство собственного достоинства, то есть нельзя позволять, чтобы с тобой так обращались ни на личном уровне, ни в семье, ни на работе, ни тем более на уровне народа и государства, то есть у Бурятии есть все экономические, культурные и политические возможности жить самостоятельно, но почему мы должны терпеть вот этот геноцид и вот это высокомерное отношение как немножко недолюдям, потому что это было всегда, но вот возвращаясь к вашему соображению по поводу неспособности задавать себе сложные вопросы и скажем так, глухоты к правде, такой избирательности, да, у меня есть два соображения по этому поводу, опять же, первое, это на основе вот публикации самых ярких представителей российской интеллигенции, на самом деле она московская интеллигенция, она сугубо московская, там вы редко встретите какой-то пример честного разговора с собой об истории, о причинах этой войны, всем очень удобен Путин, он очень удобное зло, как такая, знаете, большая такая вот помойная яма, в которую можно все объяснить, вот, а мы такие, просто так здесь рядом стоим и, скажем так, вот, страдаем от этого Путина, ничего сделать не можем. Откуда это берется? Я думаю, что, опять же, тоже советское воспитание о том, что мы просто классные партии, понимаете, вот, вспомните школьные учебники, учебники по русскому языку, литературе, мы всегда кто? Мы освободители, народ избранный Богом, этого Достоевского, да, мы какие-то миссионеры, я помню, что мне в школе учительница по истории рассказывала, нам в классе рассказывала, что слово подвиг есть только в русском языке, ни в каком другом слова подвиг нет, потому что только русский народ способен на такую колоссальную жертвенность, и сидеть и такие сидят думать, вау, мы точно особенные, понимаете, мы сидим в дыре, в школе, в которой протекает потолок, в компоте плавают червяки, я не перевалечиваю, у меня в школе были вот эти вот обеды с всякими насекомыми, но мы великие, понимаете, и это потом реплицируется на собственно на бытовую культуру и вообще на мировосприятие людей, вот когда ты считаешь себя исключительным, когда у тебя такой комплекс скажем какого-то миссионера, ты не можешь задавать себе вопросы, а что с тобой не так, ты даже не идешь к психологу, потому что ты знаешь, что ты вот у тебя путь и путь самурая, и ты просто должен по нему идти. Это первая причина, вернее, первое, объясняю, второе, когда люди неспособны признать, что буча это не исключение, что буча это почерк, они начинают искать кого поближе, на кого бы это все спихнуть. И тут возникли удобные очень буряты. Все там помнят интервью танкиста обожженного с 14-го года. И вот как-то буряты подвернулись и оказались очень удобным манекеном, на котором можно навесить все свои грешки, все свои преступления, сказать, ну вот это вот же они такие странные, там, басарманы или кто они вообще не русские. Знаете, у меня есть одна история из моей журналистской практики. Я как-то мне приходилось иногда бывать в Госдуме, это страшное по атмосфере здание, я там ждала витеки, например, энергетике, и возле меня остановились двое местных обитателей, депутатов, и у них состоялся такой короткий разговор. он и она, и он говорит, вот там, не знаю, какой там Маруся Ивановна, я приехала, я ездила в Тугу, и, знаете, что-то мне так не здоровится, давление скачет, не могу прийти в себя, а она ему на полном серьезе говорит, Пасисуалик Петрович, а вы знаете, что вот эти вот всякие Тува, Бурятия, Алтай, это же все не русские, не наши земли, там же у них все вот так вот нездоровые, вы там поосторожнее туда ездите-то, вы как бы когда приезжаете, вы сходите в нашу церковь как бы очиститься от этой их всякой темноты, вот это был разговор там несколько лет назад в центре Москвы, понимаете, вот такое у них там мировоззрение в законодательстве, то есть мы для них какие-то племена туземцев, которые там скачут с бубном вокруг костра, выкрикивают заплинания и, наверное, едят еще сырое мясо, вот так они о нас представляют, вот, но по поводу, если я еще не слишком много говорю, нет еще в порядке, по поводу боевых бурятов, я хочу как бы рассказать свой опыт расследования этой темы, дело в том, что когда мы приехали в США два года назад, мы сразу же стали помогать РОСУ, ну, на самом деле, я еще даже из России переводила донат, но когда мы здесь поняли, что вот муж у меня работает и что мы иногда какую-то маленькую копеечку можем туда вносить, то мы стали это регулярно делать, я нашла и волонтеров, я нашла военнослужащих, с которыми я общаюсь напрямую, и я их всех спрашиваю, что для вас такое бурят? Вот, некоторые говорят, ну, я с ними не пересекался, и вот недавно у меня было буквально, я еще хочу об этом пост написать, у меня на прошлой неделе был разговор с офицером, который сейчас находится подчас с Амьяром, и у них там очень тяжелая обстановка, я говорю, Евген, ну, скажите мне, вот, вы там встречались с боевыми бурятами, что там, они-то действительно какие-то зверства творят, вы мне скажите правду, я хочу знать, то есть, если это так, то я буду разбираться дальше, почему это происходит, что с моим народом не так, он говорит, да, спаси вас Бог, никаких боевых бурятов, говорит, я в жизни не встречал, он говорит, вы не обижайтесь, но ваши буряты, вот, говорит, я недавно брал пять человек в плет, ваши буряты, говорит, зашуганные, понимаете, они не боевые, они зашуганные, а знаете, кто боевые, а боевые, это люди, которые вот с Москвы, из Питера, которые смотрят телевизор, и они приходят с такой ненавистью, они добивают наших раненых, он говорит, они жестоки там, где, казалось бы, не нужна эта жестокость, вот эти люди творят настоящие зверства, а ваши буряты, говорит, я, говорит, видел с дрона, когда вот настоящие орки там расправляются над нашими, ваши вот эти, говорит, которые там с регионов, вот эти вот буряты, не знаю, говорит, там кто якуты, они даже, говорит, отходят, они не участвуют в этих зверствах, потому что их в детстве не учили так обращаться с людьми, но они, как бы, ничего сделать не могут, но они просто отходят хотя бы, понимаете, они отворачиваются, а тех, которых он брал, ну, они просто такие вот, да, вот именно поэтому я, я помню, два года назад, когда у меня брали интервью для украинского радио НВ, то вот на меня очень напирал журналист и заставлял меня чуть ли не признаться, что да, он меня сразу же спросил, сходу, почему буряты такие жестокие, ну, то есть я была в полном ступоре сначала, потому что я не могла понять, как вообще можно такие вопросы задавать, да, как будто это само собой разумеющийся, ну, да, я понимаю, ну, я начала объяснять ему, что, в общем-то, ну, это далеко не так, то есть нужно смотреть, кто совершал преступление, вот, что идет расследование, вот, и что, если, да, действительно выяснится, выяснится, что были действительно буряты, военные преступники, конечно же, их будут судить, вот, но, вот он начал постоянно мне какие-то другие вопросы, да, чтобы, значит, почему вы так считаете, почему вы считаете, что буряты, вот, не могли это делать, да, ну, то есть я ему пыталась говорить, что там другие люди, на самом деле, в той же гуче, как оказалось потом, действительно, расследование подтвердило, что это были Росгвардии с Кемерово, и, значит, псковские десантники, вот, он мне сказал, потом, в конце концов, я ему говорю, ну, потому что я знаю свой народ, да, то есть я, ну, просто действительно, вот, я знаю свой народ, и я знаю, что вот, ну, вот в этом, да, не было в истории каких-то подтверждений того, что мой народ это всё творил, над ним творили, в истории есть свидетельства о том, что творили с моим народом, но нет таких свидетельств, что мой народ вот это творил, да, вот эту жестокость, вот этот садизм, вот, ну, нету этого, вот, ну, если, конечно, есть, как говорится, в семье не без урода, да, Да, есть, конечно, наверное, какие-то преступники, они и сейчас у нас преступники есть, правильно? Преступность, как сказать, есть у нас регион достаточно серьезный в этом отношении, но, опять же, это должно быть установлено следствием, обязательно. А вот то, что, например, вот это все разгоняется, да, но это оставим на совести вот таких агентов Кремля и перелицевавшихся хороших русских, типа Невзорова, который в свое время был певцом русского оружия в Чечне и снимал свои фильмы, там, где хором пели «Мы русские, с нами бог», а потом он говорит, что бурятам все равно кого насиловать, то есть мы понимаем, почему они это делают, потому что они хотят действительно переложить вину на нас, но мы не будем им позволять этого делать. Да, да, мы не безголосые, мы не вот те вот зашуганные бурятки, действительно, мы можем разобраться в истории вопроса. Понимаете, война в Украине стала вот просто трещинообразной травмой для русской идентичности. Им очень тяжело сейчас нести вот это время вины. И это чисто психологический ход, когда есть возможность с кем-то разделить вот эту тяжесть, то, конечно, они будут это делать. И опять же, это неспособность заглядывать в свою душу, неготовность. Видимо, есть вот какое-то признание, что ты там увидишь. Есть страх вот заглянуть в себя и ответить себе честно на вопрос, кто ты есть. Потому что за этим последует просто саморазрушение. Я думаю, что это страх, да. Поэтому если есть возможность притянуть какого-то зашуганного бурята и надеть на него маску зверя, то они это и сделают. То есть здесь получается такая ситуация, что и реальные ясны за войной, то есть Кремль, да, и те, кто в войне оппонирует, они в этом смысле заодно. Но им всем удобно нарисовать этой войне другое лицо. Но да, как вы сказали, опять же, ну попробуйте это сделать. Вы спросите тех же украинцев, спросите в ЗСУ, где вы видели боевого буря. Ну вот поищите такого, кто вам скажет. Я спрашивала не единственного офицера. И никто мне не сказал, что какие-то особенные зверства со стороны бурята были. И к тому же украинцы не могут там различить, где бурят, а где турбинец, где якунцы. Для них азиаты действительно это одно лицо. Он же не будет его спрашивать, кто-то на войне не до таких разговоров. А у меня еще был один разговор с одним разведчиком, который был в Буче. И он тоже не подтвердил, что там были какие-то примеры бурятского зверства. Но он сказал, что тех бурятов, которые там совершили преступление, они знают. И он просил передать, что он сказал, мы знаем, что в Бурятии боятся расправ с нашей стороны, но не нужно этого бояться, мы будем наказывать только реальность преступников. То есть вот такой ненависти просто украинцам к бурятам, ее не существует. И Кремль, конечно, будет стараться вот эту раздерку посеять, что для украинцев буряты это такой триггер. Нет, он сказал, нет такого. Мы будем искать, мы будем преследовать только тех, кто совершил преступление в Украине. Конечно же, такие буряты есть. Я первая выступаю за то, чтобы они были наказаны, чтобы их поймали, и они ответили за свои преступления, потому что они не буряты. Я тоже сказала тому журналисту, я сказала, что ни одна нация не заинтересована в том, чтобы военные преступники возвращались в свои регионы и оставались безнаказанными. Но к тому же здесь еще вопрос идентичности. Вот эти буряты, то есть они как бы этнические буряты, но свою политическую идентичность они применяли. То есть они выбрали русский мир. Вот, поэтому мы говорим о бурятском движении, о бурятском самосознании, который против этого русского мира, который ищет свой путь развития. И вот эти буряты, они не являются частью этого осознания. Да, они рождены с азиатскими мордочками, но и все на этом. А политически они русские. Причем они даже этого не понимают, но они старосортные русские, потому что они никогда ни для Москвы, ни для своих начальников никогда не будут равными. И, знаете, я тут слежу за вот этими двумя бурятскими майнкорами, которые ведут там телеграм-каналы, и они всячески пытаются походить на своих вот этих вот московских коллег. Они повторяют вот эту и лексику, и вот эти вот фотографии. И это так смешно. Это настолько убого смотрится. То есть ты пытаешься свой комплекс неполноценности решить за счет того, чтобы походить на своего старшего брата. Ты никогда не будешь им. И он никогда не будет к тебе относиться как к равному. Если надо, они вас там отстрелят, и вообще все, что угодно с вами сделают. Если ты с этой своей мордочкой поедешь в Донбасс, ну, один бог знает, что там с ним может произойти. И вот это страшный путь, который они выбрали. Они не буряты. Они неполноценные люди, которые пытаются стать частью русского мира. Ну да, вот, например, эти самые пропагандисты, это они, конечно, на них огромная часть вины бежит, и ни один из них не должен также уйти от ответственности. Я просто хотела сейчас подытожить нашу встречу, и я благодарю вас, Юлия, за то, что уделили время на эту встречу. Разговор был очень, я надеюсь, интересный, не только для меня. И вот я надеюсь, что мы и будем встречаться в будущем, и, наверное, должны встретиться в реале в скором времени. Вот, спасибо огромное еще раз. И все будет бурят Монголия. Да, все будет бурят Монголия. Спасибо вам и всем успехов. Барте, до свидания, до новых встреч. Барте, до новых встреч.